Евангелие от Матвея, 27 глава, 30 стих. И плевали на Него, и для Трой сбили Его по голове. Вот я сейчас говорил о том, что не надо спорить. Есть такое выражение, да плюнь ты на это. Легко запомнить о чем я говорил, не спорить и учиться плевать. Учиться не спорить и учиться плевать. Ну и что это за учение плевать? Вы сейчас увидите, что очень многие не обращают на это внимание и не могут правильно плюнуть. На кого плюнуть, не знаю. На что плюнуть. Мода в мире. Плюнь ты на нее. Не держитесь за моду. Вот эти разрезы на платье, большой или маленький, это мир уже засасывает человека. Мода. У мужчины косичка. Бороду подрезают. Не спорь с Богом. Бог так сотворил. У женщины нет бороды. А если у женщины борода растет, все понимают, что-то неладно с гормонами. Что-то нехорошо. То есть мужчина, когда брит, называется женоподобное лицо. Протопор по вакууму называется блудодеянная ересь. Бритие бороды связано с блудом. И не надо толковать, не надо спорить. А ты плюнь на эту моду. Разрезы разные. Это не нужно. Написано, одевайтесь как прилично святым. А как прилично святым? Вот армия. Но сейчас она другая стала. А ведь и в войну, и в каких трудных условиях было, до одной пуговки все застегнуты. Иначе с тебя взыщуты. Фронт, грязь, вши, не важно. Должен быть застегнуты, стоять подтянуты. По форме. Сзади складки собрать. Иначе тебя знают на группу траха, а не в штрафную руку пойдешь. С кем ты споришь? С мирской властью. Бог так установил. Бог обращает внимание на какие-то кисточки, на одеяле надо сделать. И с какой льна и шерсти, чтобы места не было. Не думайте, что Богу больше нечем заниматься. Он нам указывает, где копыта, где рога сжигать. С какого места сало собрать, привезти в жертву. За этим кроется смысл. Возводите внимание, когда она как корова заходит. Она заходит и кажется, как лошадь вступает. И у нее площадь широкая нога. И вдруг разрез. Не просто лопута, а разрез до самого конца. И держатся два копыта совершенно отдельно. Даже в темноте ты пощупаешь. У кого широкий, глубокий разрез. Глубокий. Бог так сделал. И об этом говорится. И спорить не надо. По-моему, неплохо у коровы, чтобы так было. Иначе там где попадают. Что-то сырость, повреждения чаще бывают. И спорь с Богом. Вот на этом да твоя плюнь. И тридцатая глава, десятый стих. Они внушают со мной и не удержатся плевать перед лицом моим. Он говорил о каких-то людях. Их, говорит, отцов. Я сам из стад по их не поместил бы. А они, малыши, издеваются. Они кривляются. Ваших детях заметно такое, как у нас тут была одна ее дети. Как их увидят, ты идешь в стаж, они прячутся. Это совершенно ненормальное явление. Я просто еду мимо. Они сразу раз, забежали за другой дом. Это признак хулиганства. Те двое ребятишек, которых я знал, они оба стали бесноватыми. Оба. Совершенно ненормальные инвалиды. Получают пенсию в 18 лет. Вы научитесь делать психологический анализ. Ты наоборот получишь старший идиот или девец, чтобы стали поприветствовать. Я говорю только некоторые. Другие дети очень ласковые ваши. Всегда поздороваются. Потому что учит бабка, учит мать. У них сразу заметно это дети. Где они занимаются, они куда-то бегут, прячутся. Спрашивают, чего ты побежал? Увидел, что я еду. Ну, вижу за домом. Нет, я ничего. Он не может ответить еще. Почему? Потому что повреждение настолько глубокое, его уже нет здесь. Я говорю, бейте тревогу. Дети должны все время искать старшего. Родителей. Не с глаз у них бежать. С глаз бежать, это значит, никакого водительства ему нету. Это конь не обозванный будет. Исайя 56. Я предал хребет мой бьющим и ланиты моим поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Это наш Господь. Что означает плевок? Презрение. Бывает, допрашивают человека. Вот его уже на расстрел висит. Он еще не мог. Так я, говорит, плюнул. Плюнул. Да еще в лицо плюнул. У нас был здесь человек, знаете, перед батюшкой плевал. Все вы тут такие. Батюшка говорит, все плевки эти соберешь потом и проглотишь. Ему пришлось с кровью глотать потом. В любом народе плевок означает презрение к ранним вскорблением. Излучайно этот антихрист Иванов заповедь написал. Никогда не плюйте на землю. Это неверно. Но с плевками нужно быть осторожным. Отойди осторожно в сторону, чтобы их кто не видел. Даже это сделать и то надо как сделать. Все везде заплевано, захаркано в городе. И написано, плевали на Господа. У них больше ничего не было, кроме плевков. Человек из этого и состоит. А я, как Господь, не закрывал лицо мое от поруганий и от плеваний. Матфея 26.67. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Мне пришлось считать в одном житии святых, как положили враги икона и заставляли всех перешагнуть, наступить на нее и плюнуть. Тогда останется живое. А рядом река течет на мосту. Кто не подчиняется, рядом стоят с саблями и сразу рубят. И только одна девочка подошла, заплакала, отерла и поцеловала. Господи, как заплевали тебе вчерашние боговольцы. Ходили в храм, молились. Она погибла, но оставила память по себе. Нужно уметь не только плевать, но и утирать тех, кто заплел несправедливо. Заплел, то есть молвою может быть. Плохие слова ему говорят. Встать на защиту. Восстать. Вторая Маковейская 6.19. Он предпочитал славную смерть опозоренной жизни. И он добровольно пошел на мучение и плевал на эти жертвы. Когда меня судили, вспоминают, вышел заместитель начальника нашего учреждения, где я работал. Хорошую мне характеристику дал, коммунист. Но припомнил, что я ему сказал. Я был свободен, начальник охраны. И он говорит, сегодня ты свободен. Вот завтра в мае будет первый флаг. Там все надо вставить где-то. Я ему сразу сказал, если я к красному флагу прикоснусь, я целую неделю буду плевать и руки с мылом будет. И он это судьям сказал. Мне пришлось пояснять почему. Это кровавая тряпка, пропитана кровью лучших людей мира. Что вы наделали с этой тряпкой везде? Не бойтесь сказать и не бойтесь даже плевать. Я плюю на все остальные идеи, которые против Христа. Серахов 29.14 Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст моих. Что-то не ладится где-то. Сядь дома посоветуй. Я говорю, жены здесь редко ведут мужей за собой. А жена многое может сделать. Он не спокоен, не знает как. Ты подойди к нему. У тебя сколько возможностей. Ты скажи так, великий ли это делал? Да плюнь ты на этот разговор какой был. Да что ты смущаешься? Сердце мужчины более ранимое. Он меньше живет. Плюнь на эту искру, которая разгорается. А если подуть, раздувать, подкладывать туда. Это такие, они все тут. Дальше она разгорится, пожар уже не погасит. Если рака хочет плевать, то есть пренебрежение должно быть выставлено к этой мелочи, из-за которой разгорается, и не потушить потом этот пожар. Левит. 15.8. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежду. То есть слюна оскверняет другого. Верующий на это не осквернит. А наоборот, за это плевание получишь награду от Господа. Если тебя поносят, а ты благодаришь Бога, награда с тобой. Если буквально плюнут, то и тогда скажи, за это я получу награду. Были два брата, хорошие, мудрые философы, их называют братья начертанные в житиях святых. Ну и им написали, выжгли железом каленым, каленым железом на лбу. Их вину, что они не покорились императору и не приняли. И они встали и говорят, вот с этим щелом я подойду к райским обителям, и ангел сразу по стороне пропустит меня. Вот как надо. Враги так и поглядились. Да эти плевки я все принесу туда. Не только слезы, где я плакал от других, а всякое поношение, что лгали, обманывали, клеветали. Я все это приставлю Господу, и ангел посторонится. Вот так надо смотреть. Дьявол таких слов терпеть не может. Дьявол очень не любит, когда ты славишь Бога. Для него это самое нестерпимое. Твое смирение перед страданиями. Смирение, он говорит, терпеть не могу. Дьявол может молиться. Спасить ему не надо учиться, но вообще не ест. Он не спит. Он бодрствует непрерывно. А смирение, говорит, не переношу это слово. Так ты его и гвозди этим делал. Смирением. С тобой так поступили. Я благодарю моего Господа. Враг голоден. Накормили его. Смирение. Смирение. Я считал, Амурб, брат, где такой был мученик. Он не православный. Вместе с женой страдали они десятки лет. Мучились в Румынии. А когда власть сменилась, они пригласили одного человека. И она ухаживает за ним, кормила и поила его. И только потом в конце осозналась, что я та, которую ты привязал и в Дунае топил. Всех моих детей ты расстрелял. Родственников моих ты уничтожил. Я все тебе прощаю. Больше ударов он не мог получить. Когда мы скажем, что мы о врагах молимся, мы их спасаем. Я обращаюсь к своей биографии. Когда я пришел в прокуратуру после освобождения, и заместитель, а он генерал. И он говорит, наверное, проклинали нас за то, что с вами так поступили. Я говорю, мы молились за вас всегда. Чтобы Бог помиловал вас. Как он перед всеми прокурорами это заявил. Он говорит, сразил меня этими словами. Я так думал, так. Я бы тоже тебя ненавидел, если бы не присутствовал. Христос мне повелел молиться за вас. И после этого еще неоднократно встречался. И он расположен полностью. А судья приехал и у меня книги купил. Вы, наверное, детей наших проклинаете. Нет. Я рад Господень. Я обязан сделать так. Мне трудно это. А потом Бог не обещает. И видишь, они ничего плохого мне не сделали. Они меня спасли, может быть, от смерти. На воле на меня сильно многие отзлились. А подбрасывали записки, что с нашими детьми работал. Тебе не жить. Я старался с терменишками работать. Благовествовать им. Может, Бог меня от смерти спас тюрьмою? Эта вечность только откроется. Поэтому на все остальное плюнь, как будто ничего и не было. Число 12-14. И сказал Господь, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была она спидиться семь дней? И так, пусть будет нам заключение семь дней и не стану. Пришла Мария Армия. Дети, не раздражайте родителей своих. Написано. Чтущий отца и мать будет долголетен на земле. Будете непочтительны к родителям, жизнь ваша укорачивается за каждое непокорение. Мне пришлось с одним отступником беседовать. Его 90 с лишним лет было. Он все принимает над Богом, но не могу понять, почему я долго живу. Я и родителей-то не особо посчитал. Ему это запало в ум. Ну, значит, что-то другое тебе Господь нашел. Ты хочешь жить долго? Нормально, чтобы жизнь была. Чти родителей. Не выходи за дверь, пока не благословишься. Благослови меня, Отец. Я пошел. Как за это благословение Исаак боролся и горько вредал. Отец, неужели у тебя одно благословение? Второй сын подходит. Пацан, хватит на вас благословения. Я не буду знать, где вы находитесь, где вас искать. Не смотрите на стихии мира. Если отец плюнет в лесу, то есть не в семь летней, она будет, как оскверненная дождь. Когда отец махнет рукой и скажет, я ничего не могу с ним сделать, этот сын вот и пьянется. И положит руку ему на голову и уйдет к воротам города и побьют камнями. То есть отец знал, что означает руку положить на голову. А ты сегодня имеешь возможность во время молитвы положить руку дочери на голову и помолиться за нее, чтобы отступил от нее злой дух непокорства. А сын не помолиться, что это беснование отошло от него. Сегодня клади на него руку. Не бойтесь на молитве совершить это. Бог благословляет родителей, которые заботятся о детях. И детей благословляет, которые ждут родителей. А все обычаи мира о том, что дети самостоятельны, это личность, наказывать нельзя. Это сатанинская выдумка. Плюй на это. У нас один закон. Наказание. Ведь по всем законам сегодня, которые в Америке везде, человек не может отец родителей наказывать. Если он наказывает, и мать сказала, что он пришел вчера, сына там ремнем отпорол, сразу отцу. Вот два месяца живи вне дома. А если приближешься, ближе к двух километрам, тебя посадят. Это и в Австралии, и в Америке. Вот такой разврат сеют посуды. Обидный, говорит, не жалей розги. На все остальные законы плюнь. Иногда обвиняют отца, что он наказывает ребенка. А я на это говорю. Так если он его наказывает, и ребенок так дурно ведет себя. А если Бог не наказывал, что бы из него было? Вы наоборот помолите, чтобы Бог дал мужество этому отцу. Делать это не во гневе. Все остальные законы, которые противоречат закону Божию, достойны только плевка. Почему? Да когда принимали крещение, ты уже плевал. И так трижды отрекаясь, священник говорит, да не плюнь на него. Плевали? Да никуда, а через левое плечо. А сатана, может, эти плевки давно нам уже возвратил, что по его законам начинаем жить. А сатана – это стихия мира. Это законы мира. Мы плюнули на все это. Когда меня здесь судили, тоже говорили, а вот вы детей наказываете, конвенция прав ребенка не разрешает. И я плюну на эти законы масонские. У меня один закон Библия есть. И никакого решения суд не вынес. У нас Библия есть. Святая Библия говорит, не жалей розги, не возмущайся криками ребенка. Ты накажешь его, а он не умрет. У тебя дочь? Потеряй сумку. Усиль надзор, чтобы она не опозорила тебя. Усиль строгость. Строгость в исламе такая, что если она не девушка на замужество, ее сразу отец своими руками зарежет. Подумайте об этом. Нигде не оставляйте на одну минуту ребенка, как у нас в лагере. Мы стараемся не только минуты, а полминуты одних не оставлять. Я перед родителями несу моральную и уголовную ответственность. А это ребенок, хотя я перед Богом еще и не так ответственен, как вы. Это ваше сокровище, драгоценность, с которой вы явитесь перед Господом. И скажешь, вот я, слава Христу. А вот дети мои, благодарю тебя Господи, что дал мне святую и православную веру. Что я не в смерти, что я строго их воспитывал. А на все остальные законы я плевал всю жизнь. Второзаконие 25.9. Тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшим, и снимет сапог его, с ноги его, и плюнет в весо его, и скажет. Так поступает с человеком, который не созидит дома брату своему. Был закон, что если брат уберет бездетным, то надо было второму брату, моложе, хоть его в два раза обязан был жениться на ней, чтобы ребенка первого навеличать именем умершего. Ну а бывали такие, которые ни под каким видом не ходил брать ее. Знал, что характер у нее скверный, да и при том жены на производстве не работали, а попробуй прокормили эту прожорливую особу. И они заботились, не брали. И тогда ей давно было право снять сапог, и с тех пор он будет называться домом Разутова. И плюнуть ему перед всем народом. Вот думаешь, накопилось люди-то. Ну не десять раз, только один раз. А это в духовном плане надо понимать. Кто не созидит дома, тот дом Разутова не идет на благовестие. Не идет. И уже может сам Господь плюнул в лицо этим людям, в котором не думают созидать церковь Божию. Церковь Божий – это дом Божий. Я не говорю, что только православное. Это там, где есть священство. Это Божья церковь. Ее надо созидать, восстанавливать. Марка 7, 33. Иисус вложил в терсы свои уши и плюнув, коснулся языка его. Вот целительная слюна Христова. Спросили одного епископа, скажите, вот другие были тоже монашеского звания, академию кончили. А почему они не епископы, а вот вы именно епископы? Как узнать, на кого избрали? Он говорит, на кого Бог плюнет тот епископ. В этом глубокий тоже смысл. Бог плюнул на него. Иоанн 9, 6. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Можем сказать, Господи, только не отвергнись от меня, не плюнь на меня. Но плюновение сделай на глаза мои. Это самая лучшая мазь, которая возвращает человеку зрение. Не коррекция какая-то, не телесное зрение возвращает, а духовное. Плюновением Господним и плевками, которые люди мира вливали на Христа. Получается великая награда на небе. Значит, согласиться надо с тем, что мы призваны не только веровать, но и страдать за него. Мы не знаем, что будет завтра. И надо научиться сегодня смирять. Зато говорят, да лучше бы ударил, чем такое поношение переносить. Особенно от детей трудно переносится. Моя мама как-то собралась к одному из своих десятерых детей в Москву. И отпросилась на целый месяц. Проходит меньше недели, заявилась, да во чем дело. Потом она осозналась, что сын сказал ей, невесте не в свое дело сядь и сиди. Ей показалось так оскорбительно. Говорит, муж меня вбил, так оскорбительно не было. Как от детей трудно переносится. Я говорю просто чужих слов, но видимо так оно и есть. Самое большое, что оскорбление, боль, это от детей. Не досыпало, с трудом таким рождало, и дети этого не ценят. И этого никак нельзя не горнуть. Ничего уже не поправить нельзя. И сказать, Господи, прости меня, дай мне плюновение Твое. Чтобы глаза мои видели, что же я делаю. Златоуз говорит, не спеши засыпать, дай отчет сзади. Вот сейчас ангел придет этой ночи. Многие линии встали, дыхание остановилось. И что же мы скажем? Вот это исследование, оно ставит преграду другим исследованиям. Что правильно, как речь поставлена, жесты. Все это важно. Но самое важное отношение к нам Господа. Чтобы Его преградение, вот это, дало нам такую масть, чтобы мы видели прошлое, прославили за то, что Его ославили. За настоящее, в котором Он охранит. И заранее благодарили за будущее. Аминь.